Независимое издательство Инвестиций, денег, спонсорства и так далее И при этом издательство, благодаря которому на русском языке, в современном русскоязычном пространстве Читатели получают доступ к редкой и очень важной критической теории, к левой поэзии Потому что именно в свободном арсийском издательстве постоянно выходят переводы важных текстов Ну и также у левых авторов, которых нигде больше не напечатают, есть возможность получить какой-то доступ к аудитории Спасибо, Георгий, спасибо штабу за приглашение Иногда, конечно, хочется быть чуть менее независимым для того, чтобы реализовать на самом деле очень много проектов Про которые мы понимаем, что, к сожалению, никто, кроме нас, в России, их в ближайшее время не реализует Огромное количество авторов Просто как-то так получилось, что изначально задан такой, как бы, нами такой диапазон Оно, как бы, с одной стороны, для нас довольно сложно охватить даже интеллектуально, да Но еще сложнее каким-то другим издательствам, даже и прогрессивным и независимым, как-то включить это в российский контекст Вот, и поэтому, ну, собственно, когда все это начиналось, там, около 7 лет назад, да, была амбиция создать, наконец, действительно ангажированное левое издательство Которое бы, ну, ангажированное, но не партийное Ангажированное в том смысле, что мы заявляем некую достаточно широкую, но в то же время четкую повестку, да С которой обращаемся к достаточно разным группам и аудиториям С одной стороны, это левые активисты, да, которые, как известно, порой склонны к такому, к некоторой такой интеллектуальной ограниченности Которая ведет к догматизму и к сложностям вообще в практике Это те изъяны, которые там я лично и вся наша компания вполне себе в общем и к себе относят И поэтому этот проект, что еще важно, он был такой направлен в том числе и на само просвещение Потому что, ну, я, например, то есть для меня вот лично по-настоящему понять какой-то теоретический текст У меня вообще очень сложно с теорией, вот дела обстоят По-настоящему понять теоретический текст, когда я его перевожу И более того, еще был изначально очень важный момент, это такое ручное производство, как книжек Понимали мы, конечно же, с самого начала, что это скорее вынуждено, да, что в какой-то момент Нужно будет при наличии возможности перейти на более как массовое и технологичное производство Ну, то есть начинало все с того, что, собственно, как говорил я сам Весь вот производственный цикл, да, от перевода, поскольку в основном это были переводы сначала От перевода до верстки, которой я не умел заниматься вообще До печати на принтере, до, как бы, ручного скрепления и вот это вот все И потом, соответственно, до распространения в каком-то ограниченном количестве точек Вот это я все делал сам, и для меня это, ну, был такой очень важный опыт В том плане, что имея дело в том числе с такой, ну, как бы, теоретической и одновременно отчасти Такой агитационной литературой, да, вот когда ты не только читаешь его, не только переводишь, но и, как бы сказать, и производишь эту книжку вручную Ну, и, да, это вот, ну, довольно-таки сложный и трудоемкий, но единственное нормальный и полноценный, как мне тогда казалось, ну, как бы способ контакта с текстом такого рода, да, то есть Ты, с одной стороны, хочешь кого-то в чем-то убедить что-то, да, кого-то донести, одновременно такая работа с текстом, это, ну, некий такой символически большая степень ответственности за, собственно, за этот текст Вот, да, хотелось очень, чтобы это так и продолжалось, да, чтобы возник такой, ну, скорее, как бы, кооператив во многом, но хотя бы частично занимающийся таким, ну, как бы, ручным или полручным производством Какая-то, как ниже, тем больше, в принципе, тиражи, я нашел нескольких единомышленников, которым было интересно заниматься этим издательством Переводить, издавать и распространять такую литературу, да, но вкладывать, как бы, свои силы в такой вот, это экзотический мануфактурный проект Так, так, в стиле, там, например, Уильяма Морриса, да, английского дизайнера Вот, никто, в принципе, оказался не готов, поэтому, но в итоге мы пришли к такому, к более традиционному способу Вот, это такая, как бы, часть истории этого проекта, которая, ну, для меня лично очень ценна, поэтому я о ней рассказываю Вот, соответственно, одна часть аудитории — это левые активисты, другая часть — это, ну, как бы, интеллигенция Студенты не обязательно левые, а просто интересующиеся современной теорией, для которых, как бы, до чтения каких-то известных и таблированных авторов, да, это... В этом есть смысл сам по себе, для какого-то, для своего развития, для... Вот, это вне зависимости от того, что, как бы, эти авторы левые, да, ну, вот, соответственно, такой наш метод борьбы за гегемонию в таком... В интеллигентском, в академическом отчасти и в культурном сообществе, да, когда мы предлагаем, публикуем каких-то авторов, вот, которые для... Для аудитории они важны, в первую очередь, тем, что они известны, да, вот, для нас они важны тем, что это левые и марксистские политически важные авторы, вот, или, например, художники, да, там, скажем, одним из наших бестселлеров была... Какая книжка режиссера Гадара, вот, это такой сборник его текстов, интервью и так далее... Горуба Дегвертов, с которой он в конце 60-х делал радикальное кино и внес, да, довольно серьезный вклад, в принципе, в марксистскую... Как бы, в марксистскую теорию искусства, вот, это был такой, да, один из самых успешных наших проектов, вот. Тоже самое, можно сказать, про книжку Терри Галтона, английского литературы веда, теоретика, философа, вот, который, ну, на тот момент был практически не... Не, 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 не известен у нас, хотя в мире, ну, как бы, известна очень фигура, вот. Ну, после того, как мы издали его книжку, такую самую простую для понимания, самую такую процветительскую, то есть, книга его, называется, марксизм и литературная критика, написана для студентов, где много... с историей марксистского литературы ведения, там, от Маркса Энгельса до Аль-Юсера, например. Вот, это такая доступная книжка, после которой об Иглтоне как-то у нас заговорили, вот, и в итоге с тех пор уже вышло три, по-моему, его книги в крупных издательствах. Вот, что, собственно, мы считаем своим большим успехом, потому что у нас, ну, я говорю, что мы не против, как бы, какого-то серьезного развития, там, вот. Вот, но одна из главных задач, это такая, ну, как бы, работа с мейнстримом, да, то есть, впрыскивание каких-то идей, как бы, имен, торрендов, в принципе, в интеллектуальное пространство, вот, для того, чтобы они, да, чтобы они там воспринимались и уже, как бы, жили какую-то свою жизнь. Ну, что и происходит вот так с Иглтоном, да, так же было с Детерниелем Берсаидом, вот, таким философом, политическим, такого вот, тараскистского толка и активистом, тоже, шестьдесят восьмого года, который, в отличие от многих других товарищей своих и современников, не ушел из активизма, из политики, вот, а, собственно, стал, ну, как бы, одним из лидеров и теоретиков такой, довольно известной французской, итальевая организации, которая сейчас называется «Новая антикапатистическая партия». Вот, после нашего издания уже, та же пара, как его уже вышла, в России, вот, что, тоже, как бы, мы считаем, по большим успехам. Вот, серия, которая называется «Марксизм в наши времена», по названию книжки Сака Дотчера, которую мы издали, это такая серия современных марксистских авторов, которые, тоже, несмотря на свою известность, либо не публиковались у нас вообще, такие, как Майк Дэвис, да, американский урбанист, вот, либо публиковались мало, как Дэвид Харви, да, такого вышла одна книжка на русском и какое-то количество статей, но, понятно, что его, ну, как бы, место в российском контексте, месторазмерно его влияние на контекст, в общем, мировой. Кроме того, есть у нас еще политическая серия, вот, переводная, вот, я несколько книг привез, вот, задача этой серии тоже вводить в русский контекст разных авторов, там, 20 века, которых так или иначе важно назвать левыми, да, вот, первая книжка в этой серии, Вектор Серж, вот, такой, это франкоязычный поэт, анархист, потом большевик русского происхождения. Есть тоже тут большие планы. Очень хочется, например, издать несколько книжек феминистских авторок, вот в частности Эдрин Рич и Одри Лорд. Я могу про себя сказать, что у меня есть давняя любовь к тестам, и я немного их перевожу, но мне хочется, чтобы большая часть переводов для этих книг была сделана женщинами, что особенно сложно в отношении Одри Лорд, потому что у нее такая очень сложная поэтика, основанная на ее довольно исключительном таком и языковом, и личном опыте. Поэтому сложно найти переводчицу. Просто поделюсь такой проблемой. Есть еще поэтическая серия русскоязычная, которая называется «Крафт», и мы ее делаем вместе с таким альманахом, литературно-теоретическим альманахом, где это попытка определить некоторое поле, систему координат, в которой можно было бы говорить о том, возможно ли и в каком виде возможно левая поэзия. С одной стороны, мы не хотим это использовать как некий маркер, поэзия левая, а вот это не левая. Мы не хотим это никому вменять. Если ты левый, если ты социалист, ты пишешь стихи, ты должен заниматься левой поэзией. Нет, тут надо разделять. И, собственно, довольно много уже мы опубликовали интересных и очень разных авторов, таких как Роман Асминкин, Катя Чухров, Павел Арсеньев, Павел Винополгатов. Некоторых из них я бы лично даже ни при каких обстоятельствах не назвал бы левыми, но какой-то с собой вклад в понимание отношений между политикой и поэтикой они все вносят, это наиболее важно для нас. Вот сейчас новые три книжки мы готовим. До этого будет уже ясно, что такая будет самая скандальная и провокативная выходка. Мы долго очень над этим думали и сомневались. Это три книжки разных авторов, так или иначе посвященных украинскому конфликту, как бы его осмыслению в поэзии современной. То есть там Сергей Жадан, как бы известный украинский автор, не просто известный, а человек, который как бы формирует в творчестве своем, в поэтике своей, украиноязычной и в идентичности новую культурную и национальную идентичность украинскую. И как бы для нас это в России, это такой очень интересный феномен, потому что для нас современная поэзия, это как бы по определению явление такое достаточно маргинальное и геттоизированное. Какие попытки были бы не предпринимать, чтобы это преодолеть. Ситуация в соседней стране полностью противоположная, когда, собственно, современный поэт обретает аудиторию и определенную позицию, участвуя напрямую в создании, я говорю, новой национальной идентичности. Два других автора менее известны, но не менее провокативные. Это Игорь Бубарев, который живет в Донецке, пишет по-русски и ведет такой поэтический дневник как бы своей жизни на фоне бомбежек и вот этого всего. Еще один автор – Анатолий Каплан, переехавший из России в Украину, в Одессу. И на фоне своего очень радикального отторжения российской имперской культуры и гегемонии, он, собственно, политически стал таким украинским националистом, участвовал в событиях, в столкновениях в Одессе. Тоже в эти все свои эмоции он поражает в стихах. В общем, конечки еще не вышли, но уже ясно, что они будут громкими. Да, подхожу я к серии, которая называется «Новые красные», в которой вышла, конечно, как Оксана и Георгия. Сам этот термин «Новые красные» я первый раз увидел в статье Алексея Цветкова, одного из наших авторов. Мы издали две его книжки. В частности, он разрабатывает такое уникальное для России направление. Он пишет все время о явлениях такой массовой культуры, кино, книжки как бы с марксистских позиций. То есть он считает, что это очень важное и необходимое орудие распространения марксизма. Делает он это довольно успешно. То есть, в принципе, его можно назвать самым известным левым автором сейчас в России, он получает премии. Он как бы ввел этот термин, который в его концепции был привлекательным, но довольно расплывчатым. В принципе, он как раз понимает тех современных левых, которые включают самый разный левый опыт. Исторически, от Октябрьской революции до 1968 года, от Испанской революции до Мао. В сферу своей ответственности, что ли. То есть Новый Красный для него это тот, кто считает себя наследником этого опыта в целом. Не отделяя вот этот татароцкизм, это как бы сталинизм, это анархизм и так далее. В общем, такая довольно общая и татароцкиручная концепция, которая как бы по интенции противостоит тому, чему мы все пытаемся противостоять такому оленевому сектантству, но, естественно, имеет и свои опасности и изъяны. Соответственно, для нас мы апроприировали этот термин, назвали так серию. Для нас такой новый Красный подход основан, с одной стороны, на той же самой ответственности за разные позитивные и негативные проявления левого проекта революционного. От другой стороны, обязательная часть — это, ну, как бы такая политическая рефлексия. То есть вот, например, Советский Союз. Мы, с одной стороны, говорим о том, что это наш, по большому счету, проект. Да, мы как бы от него не открещаемся. Мы не пытаемся сказать, что там, не знаю, там, что, как революция — это хорошо. Да, до 20-е годы — это прям прогрессивно, потом все стало плохо. Да, это, ну, такой подход, который, ну, как бы сильно упрощает. а главное, как бы снимает такую политическую ответственность, которая необходима для того, чтобы делать что-то здесь и сейчас. И поэтому вот это вот такое, но как бы сложное всегда балансирование, потому что понятно, что когда кто-то с либеральных позиций ругает Советский Союз, мы обычно вынуждены его защищать, когда кто-то там с национально-патриотических и сталинистских его защищает, мы как бы опять же вынуждены на какие-то каталитические высказывания. И проблема в том, что аудитория и для первых, и для вторых, она достаточно сформированная, именно поэтому эти два дискурса не развиваются, они не предполагают, мне кажется, никакого внутреннего вызова и, соответственно, развития, оно не нужно. То, что пытаемся сделать мы, аудитории, которой нет, она как бы формируется в реальном времени, очень это все, но как бы сложные процессы, это необходимо и для какого-то для политического развития. И это очень хороший такой вызов в плане интеллектуальном. Именно поэтому еще для меня очень важна и интересна такая левая рефлексия по поводу советского, которые вот товарищи занимаются, в частности, из штаба, что это, ну элементарно, просто тут есть огромное поле для какого-то независимого мышления, которые, опять же, необходимы в активистском сообществе. То же самое касается отношения, например, к форме партии как орудия, да, с одной стороны, и тому увлечению такими движениями, которые стараются отказаться от презентации вообще, да, вот татакупаи, основаны, скорее, на анархистской традиции. Вот, даже мы как бы сходим из того, что, ну вот у нас есть такой автор Олег Журавлев, который одновременно мой товарищ по группе Аркадий Коц и известный социолог, вот, мы готовим его книжку, как раз вот в серии «Новое и красное», он занимается темой политической презентации, вот, в частности, очень серьезно изучает, вот, как бы опыт Майдана украинского, опыт наших российских протестных поступлений 2013 года. В теоретическом и, как бы, и в практическом смысле мы, как бы, исходим из того, что претензии на полное преодоление репрезентации в политике, они не только невозможны, да, но они и в конечном счете опасны, вот, что представление о том, что о человеке как о цельном субъекте, да, который таким образом может только сам себя представлять, и никто не может этого делать, как у него, вот, они, но как бы это заблуждение, потому что мы исходим из того, что человек сам по себе изначально расколот, да, как субъект, да, и, соответственно, и его политическая субъективность обретается в процессе взаимодействия с другими, да, коллективных действий, вот, в частности, в процессе политической репрезентации. В этом плане нам, ну, как бы, интересен очень опыт, там, таких современных европейских партий, которые, там, с разной степенью успеха пытаются сосчитать такую прямую демократию и репрезентативную, да, в частности, Падемос, испанская организация, там, ну, то есть масса есть всяких вопросов и претензий, но тот вопрос, который, как бы, эти организации политически ставят, да, и теоретически, да, он, вот, ну, как окажется нам, собственно, очень важным, да, первостепенным. Вот, еще одна из книг, к которым мы готовим, это книжка Ильи Бодрайскиса о советских левых диссидентах, ну, понятно, что она, это тоже, как бы, подход, который вынужден балансировать между таким нашим, вот, общим принятием советского как проекта в целом и конкретной политической и к людям, к диссидентам, в первую очередь вот левым, о которых речь, вот, и к книжке, которые пытались, как бы, формировать и бороться за другой социализм, да. Ну, да, и, собственно, две книжки, которые, помимо, кавер коммунизма, как этики вышли, это книжка Ивана Овсянникова, которая называется «В защиту большинства». Это такой образчик, ну, в хорошем смысле, такой партийной, ангажированной публицистики, которая, с одной стороны, откликается на какие-то семиминутные, как бы, вызовы, да, вот, а с другой стороны, это, ну, есть тексты такого более социалистического толка, вот, и, в целом, это, как бы, попытка сформировать, ну, вот, в итоге уже, в качестве сборника, как, как мне кажется, это попытка сформировать такую же, что-то же новое, там, новое, левое, новое, как красное, как бы, парадигму, да, которая бы, с одной стороны, оперировала понятием, как бы, понятием разных групп, меньшинств, идентичности и так далее, да, а с другой стороны исходило бы из того, что существует большинство, да, что существует большинство – это наемные работники, да, и что для левых – это, ну, собственно, тот базис, с которым мы не можем сходить, да, вот. Одновременно это несет массу разных сложностей, ну, как бы, вызовов и так далее, вот. И, собственно, есть тоже очень серьезный такой теоретический и политический вызов по необходимости это совмещать, да, и, в частности, пытаться анализировать и, как бы, на собственном примере, что вот, ну, мне лично особенно интересно, вот, то есть это, ну, такой, как бы, вид, наверное, вид, такой интерсекционального подхода, да, понимание того, что каждый из нас принадлежит одновременно к какому-то большинству или большинству и одновременно к меньшинству, да, и как эти, это принадлежность, как ты сам с ней взаимодействуешь в поведении своем, да, и в личном, как бы, да, и в публичном, и в политическом, это напрямую связано с тем, как ты вместе с другими выстраиваешь, собственно, политическую организацию, да, прям политический проект, как, к кому и в какой форме ты обращаешься. Один из разделов посвящен, как бы, как политике такому, ну, подрыву той, как сказать, пропагандистской такой вот ловушке, которую попали в том числе и ноги левые, когда на волне вот этих наших протестов 2012 года власть какое-то время подумав, поняла, нашла для себя наиболее выгодное, идеологическое пропагандистское орудие против этого, решив разделить, да, то есть провести такую, какая-то раницу между протестующими, которые якобы принадлежат к какому-то особому, к реативному классу со своими интересами, да, и всех остальных людей, жителей России, у которых интересы отдельные, да, и как интересы эти, эта власть якобы вполне эти интересы удовлетворяет, и поэтому эти люди не участвовали в поступлениях якобы. Вот, это, то есть, так, кажется, что это довольно примитивная, как бы, схема, да, но на самом деле, к сожалению, она сработала, и сработала не только для массовой аудитории, да, но, я говорю, что для многих левых, поэтому большая часть книжки посвящена, собственно, развенчиванию схемы, вот, то есть, да, 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 так, да, 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 да. Обязанингам объясняет, что, собственно, На самом деле и у этого так называемого кариативного класса, у интеллигенции, у наемных работников с нестабильной занятостью и так далее, и у остальных наемных работников вполне общие интересы. Есть конкретные формы самоорганизации профсоюза, которые вполне себе хоть и являются изначально структурой для промышленных работников, постепенно это адаптируется в креативных среде и так далее. В общем, вот очень важная для нас тема. Ну и еще одна тема, связанная с этим, это вот такая борьба с таким, уже такая более внутренняя, но не менее важная борьба с такими сказками, с консервативными левами, с которыми обычный наш диалог, вернее отсутствие, к сожалению, диалога состоит в том, что они нам объясняют, что вы боретесь за интересы меньшинств, тогда как надо, не думая о каких-то меньшинствах бороться за интересы рабочего класса. Есть, разумеется, такая леволиберальная тема о том, что как раз-таки за интересы меньшинств и надо бороться, потому что эти интересы и эти группы, это нечто гораздо более реальное и самоосознанное, чем какие-то абстрактные наемные работники, рабочий класс, и так далее, мы, соответственно, на это пытаемся отвечать вот такой вот непростой, комплексной схемой, в которой и наемные работники, как большинство и меньшинство были бы увязаны. Вот. Вторая книжка, это книжка Малии Рахманиновой, питерской, питерской феминистки, олега активистки, которая называется «Женщина как тело». Вот. Там тоже несколько статей, все они объединены темой взаимодействия и взаимопроникновения неолиберализма и консерватизма. То есть это та проблематика, которая, в общем, актуальна в большей части не только постсоветского пространства, но, в общем, для почти всего мира. На российском материале, да, она это рассматривает в нескольких, как бы, на нескольких ракурсах. Она пишет о проституции, да, то есть, ну, это там такая первая и самая большая статья, это не статья, а такое, ну, как исследование, такой обзор. Обзор представлений о проституции разных авторов, да, в том числе левых, там, от Энгельса, Эмма Гольдман, значит, Семан Дебуар, Фуко. И так далее, вот. И, в частности, она, опираясь там на Фуко, о части, который писал там о том, каким образом капитал взаимодействует с консервативными идеологиями для производства новых форм дисциплинарного контроля. Она пишет о том, что ситуация, когда проституция, с одной стороны, является чем-то, воспринимаясь как что-то постыдное, аморальное и маргинализируется, и за счет этого как бы превращается в ценный товар, да, и как бы одновременно находится под контролем государственных структур. Да, это, ну, ситуация наиболее удобная для, собственно, для воспроизводства этого, наиболее попивающего из видов объективации и наиболее попивающего из проявлений, в основном, как рыночного и классного общества. Вот. Помимо этого, она еще пишет о порнографии, там, порнография как... как мой либеральный конструкт. Вот. То есть, по ее, как бы, мнению, это главное представление, которое навязывает порнография, в том, что сексуальный контакт сводится только к генитальному, да, и, как бы, вот эта иллюзия, это, собственно, главный товар, да, который порноиндустрия предлагает аудитории. Отдельно она посвящает место по проблеме неолиберализма и материнства, да, вот когда женщина, опять же, как когда-то и, например, в советское время и находится под довольным гнетом, да, то есть, тогда считалось, что, как бы, женщина должна быть одновременно работницей и матерью, и хозяйкой, да, то есть, соответственно, она приходила домой после работы, занималась домашним хозяйством, вот. В наше время женщина находится, как бы, под давлением таких взаимоисключающих пропагандистских представлений, навязанных, да, что она должна быть, с одной стороны, как бы, хорошей матерью, да, которая рожает детей, значит, она является, там, тоже домашней хозяйкой, вот. Одновременно она должна быть, там, деловой женщиной, выглядеть согласно каким-то нормам красоты, которые, также, значит, навязываются рынком, вот. Вот, и, соответственно, вот, вот эти вот две, как бы, два взаимоисключающих требования, да, и составляют, да, и составляют, как бы, как бы, стремление следовать, да, им, и составляют, вот, вот, то, это войное умлетение, которое существует вот в этой новой ситуации, вот. Последнее, о чем я хотел сказать, такой важный проект, тоже, связанный с феминизмом, вот, это книжка, это Хази Хартман, вот, такой, американской феминистки, наиболее известная ее работа, это, ну, не книжка, то есть изначально это статья, вот, которая в свое время и до сих пор сыграла уж важную роль для феминистской дискуссии, да, она называется «Несчастливый брак марксизма и феминизма», вот, вот мы ее перевели, перевели, была забавная история с переводом этой статьи, потому что сейчас это у нас вторая попытка, потому что первая была пять лет назад, тогда девушка, которая переводила эту статью, как бы, в процессе перевода, ну, видимо, не в первую очередь из-за статьи, но благодаря другим, как бы, разным обстоятельствам, значит, стала радикальной феминисткой, вот, и переведя эту статью, она, как бы, решила, что она ее не хочет отдавать марксистскому издательству, вот, вот, при том, что, ну, как бы, то есть, желание, как бы, с нашей стороны допубликовать эту статью, это был как раз такой ответ отчасти такой феминистской критики, да, что, вот, вы там публикуете, там, по словам мужчины, и не, и не уделяете ардимальные феминистки, ну, не то, что это было, как говорится, часто, как говорится, как говорится, мы ее сами, так сказать, вели в свою сторону, вот, и, как бы, ну, то есть, получается, что на наше желание, вот, так сказать, сделать вот этот вот правильный шаг, показать, что, как бы, что марксистское издательство вполне себе готово издавать не просто феминисток, это не проблема, да, а феминисток, как бы, как ритикующих ортодоксальный марксистский подход, вот, в чем дело, вот, в общем, тогда это не получилось, получилось недавно, я уже даже, правда, по тому опыту попаялся, что женщина, которая переводит эту статью, это не произошло, в общем, вот мы издаем, это просто такая большая статья, да, ну, мы ее издавали в виде книжки еще там с приложением, да, но, собственно, она там критикует такой ортодоксальный марксистский подход, согласно которому, там, феминизм, как бы, женский вопрос, да, так или иначе сводится к вопросу классовому, да, и вот этот вот несчастливый брак, как бы, она приводит формулу, что марксизм и феминизм есть одно, и это одно, это марксизм, так же, как там, согласно какому-то старому английскому, значит, брачному кодексу, да, муж и жена есть одно, и это одно, это, как бы, муж, да, то есть вот, и, собственно, ну, она предлагает тоже такой вот, как бы сказать, промежуточный подход, она, с одной стороны, критикует ортодоксальный марксист, по другой стороны, она, как бы, принимает, ну, как, огромную такую теоретическую силу марксизма, его способность анализировать экономику и историю, да, вот, одновременно она считает, что, вот, в чем проблема марксистского анализа, да, что капитализм создает иерархию рабочей силы, вот, но и, как бы, и марксизм это очень хорошо описывает, как это происходит, но кто заполняет эту иерархию и в силу каких причин, женщины, мигранты и так далее, да, марксизм этого описать не может, да, то есть вот она считает, что марксизм слеп к этому, как бы, феминистский анализ, в свою очередь, слеп к истории, это вот такая формулировка, вот, и, соответственно, как бы она исходит из, ну, это такая, даже называется, теория военных систем, да, как, когда, то есть, феминистский анализ, ты должен работать с патриархатом, да, с проблематикой патриархата, потому что патриархат это явление хоть и связанное с развитием классового общества и с капитализмом, но действует, но как бы, но развивавшись отчасти по собственным автономным законам, да, вот, и, собственно, поэтому для того, чтобы это полноценно анализировать, да, вот, как бы, феминистский подход должен быть отчасти автономным по отношению к марксистскому, но находиться с ним, как бы, во взаимосвязи, вот, ну, вот, просто, на самом деле, там, я считаю, что это, вот, самый актуальный для сегодняшнего нашего российского активистского контекста подход, потому что, ну, как бы, мы видим, опять же, в основном две крайности, да, есть по-прежнему огромное количество левых, которые сводят, как бы, женский вопрос к марксизму, к классовому анализу, да, к чему это ведет, в общем, легко понять, посмотрев на гендерный баланс в организациях этих, как бы, левых, да, вот, с другой стороны мы, как бы, видим такие усиливающиеся торренды, связанные с таким радикальным феминистским сепаратизмом, вот, и, собственно, есть конкретная политическая задача, да, есть необходимость того, чтобы в организациях, в движениях мужчина и женщина существовали на равных, да, чтобы они, с одной стороны, разделяли ту самую, как бы, сказать, парадигму большинства, да, частью которого мы все так или иначе являемся и за права которого мы боремся, да, с другой стороны, как бы, женщины, да, и представители дорогих меньшинств не подавлялись, не уходили из организации, да, и, как бы, ну, это не вопрос численности, да, это вопрос успеха, да, политического, потому что без такого нормального соосуществования никакие успеха не возможны, здесь я вполне разделяю, как и этический, в том числе подход, вот, Оксаны и Георгия, которые, как бы, исходят из того, что бороться за, как бы, равенство и гендерное в том числе мы должны здесь и сейчас, иначе ничего не получится, вот, собственно, вот, да, и, пардон, наверное, я затянул свою речь, вот, скажу одну вещь про книжку «Коммунизм как этика», там мог бы говорить много очень, очень я рад, что, как бы, то, что мы ее издали, очень интересно, там, спорить или не спорить с товарищами об их, там, в том числе о таких провокативных концепциях, стоит ли полностью беспородно отказываться, там, от мужской идентичности, все-таки нет, тоже, как бы, нет, вопрос открытый, да, советский проект, проект, это невозможно сделать исключительно из одной, как бы сказать, точки, да, из центра, вот, то есть мне, как бы, очень важен и интересен, там, подход моего, моего, там, белого, цифргендерного товарища Ваня Овсяникова, да, живущего в одной из столиц, вот, при этом очевидно, что, как бы, необходима подобная рефлексия в том же духе, но, как бы, с позиции, как бы, ну, вот, 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 например, людей и теоретиков, живущих в Центральной Азии, это, это, разумеется, не говорит о том, не означает, что их теория интересна только этим, вот, например, каковер, теория, каковер коммунизма, я считаю, ну, естественно, она вне, как бы сказать, вне границ, да, и ничем подобным на правомоскве, в Москве, а в России никто не занимается, и, собственно, это одна из причин. Но разговор о советском необходимо ввести в том числе с позиций локальных, да, и в этом смысле вот эта вот проблематика между колониализмом и модернизацией, да, это, вот, ну, как бы, необходимая вещь, и открытый для меня как очень важный вопрос, то есть я чем дальше, тем все больше сталкиваюсь с тем, что есть, с одной стороны, огромная потребность в какой-то общей платформе, такой лево-теоретической, да, лево-интеллектуальной, лево-политической у людей в разных, в разных, как бы, подсоветских государствах и не только, вот, и одновременно есть огромная сложность, потому что такая общая позиция в каком-то смысле невозможна, да, потому что, ну, то есть возьмем тот же самый конфликт в Украине, да, я понимаю, что там для украинских левых, как артиковать в первую очередь, значит, свою власть и свой национализм, это естественно, вот, когда точно так же себя ведут российские левые, да, это, ну, мягко говоря, империализм, да. Из чего исходить, да, мы понимаем, что, как бы, исходить, да, в данном случае только из гражданства, ну, тоже как-то странно, потому что, ну, что такое, какое гражданство, то есть тут, опять же, нужен какой-то комплексный, ну, как бы, набор, да, со составляющих, это и гражданство, это и какое-то чувство, какая-то ассоциированность с локальным, там, сообществом, с каким-то, с культурным, с национальным, я не знаю, но, то есть, опять же, это, вот, это довольно-таки, ну, как бы, сложная вещь, и я говорю, что это, там, для меня, это, как бы, открытая проблематика. Продолжение следует...